Всем привет! С вами снова Азат. Вы находитесь на канале Автосправочное. В этом видеоролике разберем 10 ситуаций, когда водителю не поможет полис ОСАГО. Напомню, что на сегодняшний день полис ОСАГО защищает интересы пострадавших ДТП. То есть человек, когда приобретает полис ОСАГО, он страхует не свой автомобиль, а возможный ущерб, который он может при аварии нанести третьим лицам, то есть другим участникам дорожного движения. То есть, когда у водителя есть действующий полис ОСАГО, если он попал в ДТП и был признан виновником, пострадавшая сторона может получить по его полису ОСАГО выплату до 400 тысяч рублей по ущербу транспортному средству и до 500 тысяч рублей по ущербу жизни и здоровью. Однако есть ситуации, когда было выявлено нарушение после ДТП, при котором, соответственно, пострадавшая сторона выплату получит, но затем эта выплата будет взыскана с виновника ДТП, у которого хотя полис ОСАГО на момент аварии был. Речь идет о статье 14 Федерального закона об ОСАГО, который предусматривает право регрессного требования со стороны страховой компании. Говоря проще, речь идет о регрессе. На сегодняшний день в этой статье 14 есть 10 нарушений, при которых у страховой компании возникает право регресса. Давайте вспомним вместе, что это за нарушение. Первый пункт – это если вследствие умысла указанного лица, то есть виновника ДТП, был причинен вред жизни или здоровью потерпевшего. Вторая ситуация, при которой возникает право регресса, если у виновника ДТП были выявлены нарушения по так называемым пьяным статьям. То есть это если у виновника ДТП установлено состояние опьянения, неважно там алкогольного или наркотического опьянения, если он отказался от прохождения мета-свидетельствования, а также если он нарушение требования ПДД употребил алкоголь или другие вещества после ДТП. Далее, следующий пункт – если указанное лицо не имело право на управление транспортным средством, при использовании которого им был причинен вред. Обратите внимание, что этот пункт касается не только водителей, у которых прав вообще нет, а он может также касаться тех водителей, у которых нет открытой категории. То есть, грубо говоря, у человека есть легковая категория Б, он сел за руль КамАЗа, попал в ДТП, открытой категории С у него нет, то опять же у страховой компании возникает право регресса в такой ситуации. Далее, следующий пункт под буквой Г, если указанное лицо скрылось с места дорожно-транспортного происшествия. Далее, следующее – это если водитель, который стал виновником, не включен в полис ОСАГО, если полис ОСАГО имеет ограниченный список допущенных к управлению водителей. Проще говоря, если водитель не вписан в страховку. Далее, следующий пункт – страховой случай наступил при использовании указанным лицом транспортного средства в период, не предусмотренный договором обязательного страхования. Здесь речь идет о так называемой седонности, то есть на сегодняшний день вы можете оформить полис ОСАГО сроком на один год, но прописать в нем, к примеру, сезонность эксплуатации 3 месяца или 6 месяцев. Соответственно, если у вас в полисе прописано, что вы, например, купили страховку на 3 месяца только на летний период, а ДТП, получается, водитель попал, условно говоря, в октябре или в декабре, в период, который не предусмотрен страховкой, то, соответственно, опять же, у страховой компании в случае такого нарушения возникает право регресса. Далее, следующий большой пункт, если до истечения 15 календарных дней с момента аварии водитель приступил к ремонту транспортного средства, либо утилизировал его, либо если водитель не предоставил по требованию страховщика транспортные средства для проведения осмотра или независимой технической экспертизы. Далее, следующий важный пункт касается техосмотра, то есть, если у водителя нет действующей диагностической карты техосмотра, то в некоторых ситуациях, опять же, возникает право регресса. На сегодняшний день, согласно актуальной формулировке этого пункта, регресс наступает, если отсутствует диагностическая карта легкового такси, автобуса, грузового автомобиля, предназначенного и оборудованного для перевозок пассажиров, а также специализированного транспортного средства, предназначенного и оборудованного для перевозок опасных грузов. По этому пункту я напомню, что его содержание было скорректировано весной 2022 года, когда в декабре 2021 года периодически обязательный техосмотр для легковушек и мотоциклов частников был отменен, поэтому требования к наличию диагностической карты из этого пункта также были исключены, и, соответственно, на сегодняшний день из-за отсутствия техосмотра регресс водителям мотоциклов и легковушек не грозит. Далее, следующий интересный пункт – владелец транспортного средства при заключении договора ОСАГО предоставил страховщику недостоверные сведения, что привело к необоснованному уменьшению размера страховой премии. Тоже довольно-таки популярное явление, когда водители, либо какие-то страховые агенты, которые вступают в сговор с водителями, специально занижают показатели в полисе ОСАГО. То есть они могут занизить, к примеру, мощность двигателя автомобиля, либо указать неправильный регион прописки для того, чтобы занизить стоимость полиса ОСАГО. Многие, наверное, такие предложения видели, буквально там за полцены, там за дешево предлагают какие-то сомнительные страховые агенты купить страховку, но именно вот таким путем в итоге эта цена и достигается. То есть в случае ДТП в итоге страховая компания с вас защит полную сумму ущерба, несмотря на то, что у вас есть действующий полис ОСАГО. И последний пункт, согласно которому регресс наступает в случае, если транспортное средство на момент ДТП было с прицепом, а в полисе ОСАГО не была указана галочка, которая подтверждает эксплуатацию с прицепом. Но здесь есть оговорка, что это не касается прицепов к легковым автомобилям граждан. Я напомню про это ранее уже в одном из видеороликов я рассказывал, что на сегодняшний день для водителей легковых автомобилей никакой ответственности за то, что они не указывают галочку прицеп в полисе ОСАГО нет. То есть наличие прицепа никаким образом не влияет ни на стоимость полиса ОСАГО, ни на возникновение права регресса со стороны страховой компании. То есть данный пункт не распространяется на легковушке. Вот такая вот информация. Я напомню, что сравнить предложение по ценам на полисе ОСАГО и выгодно приобрести страховку вы можете у меня на сайте. Ссылка будет в описании. Таким образом, в случае, если хотя бы одно из этих 10 нарушений выявляется после ДТП, то страховая компания сначала на основании полиса ОСАГО выплачивает пострадавшему нанесенный ущерб, либо направляет на ремонт его, а затем она в судебном порядке уже имеет право в порядке регресса взыскать виновника аварии, у которого было выявлено соответствующее нарушение, всю эту сумму выплаченного ущерба. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Надеюсь, оно было для вас полезным, интересным. Что вы думаете по этому поводу? Свои мнения мы, как всегда, можете поделиться в комментариях. Чтобы не пропустить следующие видеоролики, не забудьте подписаться на этот канал, а также на другие площадки моего проекта. Все ссылки я оставлю в описании. Желаю всем безопасных дорог и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok